Сегодня с нами на связи Дмитрий Плетенчук, начальник Центра стратегических коммуникаций сил обороны Юга Украины. Дмитрий, рады вас видеть. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствую студию и приветствую зрителей. Доброе утро. Доброе утро. Действительно, то, что еще два, даже более чем два года назад казалось чем-то нереальным, я имею в виду то, как действует Украина в Черном море и в отношении своего полуострова Крым, но сегодня действительно это уже реальность. Реальность такова, что кроме того, что выводят все-таки ту часть флота, которая осталась у Российской Федерации, передислоцируют, реальность такова, что в ближайшее время, возможно, придется передислоцироваться и тем военнослужащим, и тем военным Российской Федерации. Но все же, как вы считаете, вот наша тема сегодня, мы ее назвали, что становится смертельной ловушкой как раз российские войска в Крыму, они фактически оказываются в таком кольце. Ну, наверняка, пока еще возможно и рано об этом говорить, но все же, насколько сегодня силы обороны Украины, вооруженные силы Украины приближаются к тому, чтобы фактически взять в ловушку тех российских военных, которые еще продолжают находиться на территории Крыма? Ну, как вы видите, фактически происходит отрезание логистических коммуникаций по Крыму, и надо понимать, что переправа фактически была одним из последних таких достаточно серьезных инструментов. Пока стоит мост, в принципе, перекидывать какую-то часть военной логистики они смогут, но не более четверти от общих потребностей они сейчас перекидывали мостом. В основном это была паромная переправа. При этом следует отметить, что именно морская военная логистика, она уже давно не работала. Я имею в виду большие десантные корабли, которыми они перекидывали точно так же технику и вооружение. Соответственно, это было фактически основным. Опять же, у них остается сухопутное сообщение с Крымом через Чангар и оккупированную часть Украины на юге. Это не железнодорожное сообщение, конечно, объемы не те, но, тем не менее, у граждан так называемой Российской Федерации возможности покинуть Крым наш и будут еще какое-то время присутствовать. И, в принципе, конечно, ими бы уже следовало бы воспользоваться. Настроение в самом Крыму, кстати, у местных по этому поводу изменилось. И не то, чтобы оно было прям паническое, что вот надо валить уже наконец-то, они понимают, что они тут не навсегда. Это осознание все-таки приходит понемногу. Поэтому у военных там выбора, конечно, никакого нет. Они будут там и дальше оставаться. Но история, в принципе, видела не одну Крымскую войну. И результат таких действий всегда можно предугадать. Потому что современные войны без логистики, они непродолжительны. Есть такая поговорка «морской бой скоротечет». Так вот, в принципе, это касается достаточно многих аспектов и общевойсковых операций. Когда вы отрезаны полностью водой, и море – это все-таки стихия, как бы там ни было. Соответственно, могут не оказаться в такой ситуации, что выбор у них будет достаточно небольшой. А скажите, Дмитрий, если можно об этом говорить, мы понимаем, что с учетом все больше приладающего огневого контроля на территории Крыма, и не только, мы говорим, и в акватории Черного моря, соответственно, было решено силами противника передислоцировать наявные средства, соответственно. Тот же Новороссийск. Но, как мы понимаем, не все же они убрали оттуда. Возможно, какие-то цели остались у берегов. И какого типа эти цели могут быть? Не знаю, тральщики, десантные корабли. Что еще? Это достаточно большое количество вспомогательного флота, который тоже банально негде больше ставить. Видите, то есть из таких активов достаточно, скажем так, свежих, ценных, они вот те же самые тральщики и ракетные катера тоже перебазировали. Вышло семь, один все-таки остался. Видно, проблемы у него возникли. Пеодосию зашел. Ну а так, да, там остаются и большие десантные корабли. Не стоит забывать, что Крым, это же ремонтная база была у них всегда. Поэтому, соответственно, там многие корабли были именно для ремонта. И их забрать они в ближайшее время не смогут, независимо от их желания. Поэтому, скажем так, там еще достаточно много единиц разношерстных оставалось. Это там три-четыре десятка кораблей. И, соответственно, есть там, что еще у них им выводить из Крыма. Но технические возможности, наличие причального фронта, то есть много всяких нюансов, которые пока не позволяют это сделать. Ну и, кроме всего прочего, не стоит забывать, что вывести из Крыма все, это расписаться не то, что в собственной немощности, а это фактически уже та самая пресловутая демилитаризация, о которой они так много говорили в своих пропагандистских шоу. И, конечно, они, наверное, еще морально не готовы к именно такому шагу. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, как в целом на ситуацию, ну, с, давайте так, обстановкой там на разных участках, скажем так, противостояния с Российской Федерацией, влияют те случаи, когда мы читаем разные информации, там есть подтвержденная, там не совсем подтвержденная, да, когда силами ВСУ, соответственно, да, или же, можем предположить, другими структурами украинского силового блока, там выносится, там, С-300, где-то, я не знаю, там, С-400 в Джанкуе, да, или же уничтожаются вот эти системы радиолюционного обнаружения, да, тот же вот мы видели информацию, ну, вот вопрос, что там произошло на самом деле, но РЛС под названием «Небо СВУ», да, стоимость которого, там, 100 миллионов долларов, и тут вопрос, сможет ли Россия в целом, да, заменить подобные системы для того, чтобы и в дальнейшем зондировать украинское небо и не только, да. Как вот с этим сейчас обстоят дела с учетом, как мы понимаем, все нарастающего потенциала Украины ликвидировать вот эти законные цели на территории временно оккупированного Крыма? Ну, видите, у них такая есть компенсаторная тактика, то есть, утратив возможность вести разведку в море над водными средствами, утратив возможность использовать те же самые самолеты ДРЛО А-50, они это компенсируют абсолютно каким-то неимоверным количеством других видов воздушной техники, да, это дроны, которых действительно много, которые, несмотря на то, что они каждый день фактически теряют... Да, давайте перенаберем Дмитрия Плетенчука, начальника Центра стратегических коммуникаций силы обороны Юга Украины, с которым мы, да... Ну, чтобы завершить как раз ответ, потому что, в принципе, очень много уже, ну, обсудили, хотелось бы еще... Ну, ты знаешь, тут вопрос, как бы, к спикеру военно-морских сил, а что же происходит на суше в целом, да, но мы понимаем, что эти истории так или иначе завязаны, Дмитрий, да, есть с нами, пожалуйста, завершите мысль, да, на чем закончить. То есть они всегда используют механизмы компенсации, теряем возможности там стратегические, заменяем их тактическими, вот, то есть насытили воздушное пространство над Черным морем и над Югом большим количеством малой авиации, это дроны в большом количестве представленные, несмотря на потери ежедневные, это и самолеты всех типов, какие, наверное, у них вообще в наличии есть. И вот таким способом они пытаются пополнить эти потери в других средствах ведения разведки, наблюдения и объективного контроля. Дмитрий, а скажите, вот, знаете, вот, я всегда интересовал вопрос, как в целом развивается история под названием огневой контроль, да, украинский огневой контроль, да, на территории временного оккупированного Крема, о чем, как недавно, да, когда вот мы говорили о том, как сейчас действует и ВСУ, и Служба безопасности Украины, и Главное управление разведки Минобороны Украины, да, и президент об этом говорил, по поводу такого полного, скажем так, огневого контроля, да, на территории Крыма. Вот, как я понимаю, мы сейчас к этому приближаемся, вот, по сути, с учетами вооружений, которые мы получаем от наших партнеров, и, давайте так, с разными разрешениями по применению этого оружия по территории, ну, России и не только, как мы понимаем, конечно же. Ну, как вы видите, Порт-Кавказ поздоровался с Нептуном украинским. Да, сказал ему добрый день. Да, в этой ситуации нам, как бы, партнерами эти вопросы, получается, регулировать нет потребности, да, потому что это украинское вооружение полностью. Что касается Крыма, это все наша территория. Тут ни у кого не возникает никаких вопросов относительно применения. И, учитывая радиус, который покрывается после удара по порту Кавказ, соответственно, у всех есть понимание, что Крым фактически весь находится под огневым контролем. И, в принципе, и до этого было достаточно много там интересных кейсов, которые мы никак не озвучивали по факту. Тем не менее, тот же самый, та же самая паромная переправа в Керчи тоже говорит уже о многом. Ну, выводы были сделаны, видите, то есть корабли начали выводить. Для этого надо было потерять самый новый малый ракетный корабль из состава флота, чтобы наконец на это решиться. Чтобы подытожить и вас не задерживать, понимаем, что есть определенный цейтнот. Последний вопрос к вам. Ну, скажите, тогда к какому выводу подходим? Какой есть вообще вариант действий у российского оккупанта на территории Крыма? Ну, есть традиция. Традиционно для Российской империи, независимо от ее названия, топить свой флот где-нибудь там в бухте Севастопольской. Поставим еще одну колонну, не проблема. То есть прецедентов таких исторических было. Не только в Черном море достаточно. Это вот как вариант. Второй вариант, конечно, они там могут героически погибнуть. Почему нет? Ну, и третий вариант оптимальный. Это, конечно, просто покинуть, наконец, суверенную территорию Украины вместе с ее морской зоной. 12 миль морских от берега. Эта территория тоже является суверенной, согласно международного права. И дальше уже будем разговаривать по-другому. Но в любом случае, единственная гарантия безопасности в Черном и Вазово-Черноморском регионе, в принципе, это полная оптимция российских кораблей военных. Потому что это не те ребята, которые придерживаются собственной договоренности. Все эти выводы уже, соответственно, были сделаны в течение этой войны. И, как сказал наш командующий военно-морских сил, вице-адмирал Алексей Нишпапа, каждый корабль под военным флагом Российской Федерации остается для нас легитимной военной целью. Абсолютно. Я считаю, Дмитрий, что это прекрасная мажорная нота, на которой мы сможем с вами завершить общение. Спасибо за то, что присоединились, за то, что включились к нам в эфир. Благодарим Дмитрию Плетенчук, начальник Центра стратегических коммуникаций Силы обороны Юга Украины, был с нами на прямой связи. Продолжение следует...